30 сентября 2019 года, понедельник, вот эта старая была кузница, мы нашли ее. И тут деревья, все это спилили, вырубили, и сегодня вот терентий нам помогает барабаш. Забрали все, которые были там от березы, а теперь это вот, ну это видно где, вот Камагориху видят. То погрузили, последняя, там поменьше уже размером, вон видать Алешин дом, а тут бывший детский лагерь Стан, в честь священного мученика Климента Анкирского, в 312 году замученным, епископ. Теперь музей-комплекс для бедных лагерей. Все, теперь потом начинаем грузить. Вот машина идет загрузима. Давай, давай. Все, э, хорош, хорош, хорош. Вали. Володя! Володя! Вперед надо! Володя! Надо вперед, вперед туда надо, маленькая. Вот так вот, не согласованность. Вперед туда надо, куда сюда, да, еще вперед, вперед. Вперед, 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 еще, еще маленько. Вот пускай валит. Все, 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 все. Я тут таращусь. Это упала такая вот, вон, вон, вон. Это, подожди, маленько, скажи, остановись, остановись. Остановись, остановись скорее. Надо было подкидать. Пускай вперед дернет. Все. Последнее. Боязно, чтобы борт не оторвали. Надо было... Ну, и все. Все? Все. Так, иди ударь сюда. Э! Дави скорее. Дави, сейчас. Володя, быстрее дави. И все. Все, спаси Христос. Спаси Христос, брат. Все в порядке. И машина нормальная. Вот теперь, видите, у Игоря, старший сын, закончил Алтайский государственный технический университет. Ну, и вот с отцом сейчас фермерством занимается, прикупает землю. 430 или 470 гектар у него уже. Ну, еще вот колодерный склад большой построил. Ну, как большой. Для него как раз 720 квадратных метров. И тот был. 502, кажется, квадратных метра. Что ты терешься тут? Вот он как. Вот он как. Ну, все, 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 все. Иди, беги, рыжий. Что я с вами делать буду в городе? Объявление давать? Кому-то подарить? Ну, все. Все, да. Вот что мы привезли. Там старая береза была. Володя распилил. Вот эти чёрки. Страна столько газа поставляет на весь мир, а вы топитесь. Ничего особенного. Вот этими шкурками можно топить. Мы в Сербии видели. Кукурузу молотят. А на чём зернышке, вот сапать им, ими топят. У нас ломали подсолнухи в огороде. Дудками этими топили. Все живые остались. Газом, газом. Ни один не взорвался. Целые подъезды дома взрываются, ещё и хвалится. Газ. У нас тут председатель, или как его назвать, глава центрального района города Барнаула, сытых фамилии. Гости у него были, всё легли спать. Закрыли выхлопную, накинули какую-то одёжу. Все до одного мёртвые. Вся семья его и гости, все мёртвые. Газ. Когда проводили газ, спрашивали, согласны, нет. Я написал, не согласны, это пороховая бочка. Там взорвалась, там. Да сейчас как-то безопасность, если бы один был. Квартир-то много. Другой растяп и пьяный, забыл. Ну, рванёт тоже, не буду спрашивать. Вот тоже от огорода мы были. Видите, что привезли. Какой-то гниевший рыбок. Берёзы. Но нигде мы ничего не брали. Это вот старая ограда. Все это собирали. Порубим, поколим. Углём тут не пользуются, только дровами. А это вот заготовили столбушки, где что огородить. Вот такая наша техника. Вот самая лучшая, это наша тележка, тачка называется. Это стол, где мы чистили рыбу, умывальник из лагеря Стана на 10 человек, на 10 рожков, кажется. Вот лежит негодная ванна. Негодная, а ей употребляют. А вот из травы куб. И на него все отходы бросают, они гниют, прилетают вороны, клюют, места не занимает. Сколько лет, почти одна высота. И таких в разном месте у нас, чтобы никуда не вывозить. Оно перегнивает, сверху земельки подсыпал. Пожалуйста, огурцы, арбузы. Что удивительно, курицы почему-то не залазят наверх, а то ли боятся. Вот показываем наше хозяйство. Вот лестницы. Это вот сами сварили. Это Пётр Григорьевич Калашников. Это его дом, Евдокия Тихоновна. Ребята так нравятся, как там высоко, как вверху сделаны. Умницы. Данил, Марк, Денис. Вот они все тут работали. Все ребята не на подхвате, а поистине знают. У них и наружу тут все вода выходила. Ну, тут сейчас этого нет. И баня внутри. Вот она труба какая. И в комнате трубы, проведенные в деревне. И главное, нигде ничего не брали. Никогда. Ни ворованного нет. Вот смотрим, у нас отец Аким, брат мой. Ему 75 лет. Исполнилось 22 сентября. И Аким и Анна. Он уехал по мощам, по монастырям каждый год. И вот его ванна. Ванна – это в рост взрослого человека. Сам он ее делал. Учился на это. Вот тут подняло. А это у нас называется парник. Сегодня по-другому зовут, не парник. Теплица, якобы так. А это вот я называю шлем. Шлем огромная. Ну, тут больше метра. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять. Метр тридцать в диаметре. Водой залитый большой шлем. И с чем обходятся. А это душ. Так не смогли сделать. Ну, все уже готово к этому было. Чтобы сверху поставить. Там что-то нагревало солнцем. Я просто показываю, спрашиваю. Вот меня вчера поступило, чтобы мой рабочий день от начала до конца показать, как. Ну, как с утра. С нуля часов. Это ночная молитва. Господь поднимает. Никто не будет. Сегодня вот я встал. Ноль часов, пятнадцать минут по местному времени. Ну, и сразу после молитвы сажусь за компьютер. Ответить на письма. Убрать пакости, которые пишут. Комментарии, матершины, всякие злостные. Не туда попал человек. Тролли называют. Только делал здесь. Милостью Божией все это. Уже у меня, наверное, занесено этих троллей. Я не знаю точно. Ну, больше десяти тысяч. Деньги платят им. Все это разузнал. Я ей большие деньги платят. Они денно и ночно за мной охотятся. И из них многие Александры, что интересно. Всякие пакости, ролики ставят Александры. И вот шаман идет Александр. Ему замена пришла Александр. Фильм «Антихрист» вышел. Там Александр. Почему, не знаю. Что-то за этим есть. Это вот лежат сваи приготовленные, если где-то прорвет что-то. Милостью Божией. Вот, если время есть, остается еще там, бывает, сейчас-два, прилягу. А бывает сидя подремать. Потому что в 4.40 общий подъем. В 4.40. В Потеряевке мы все собираемся в одно место. Если темно, с фонариком. Ну, и молимся здесь с пяти часов. Свои, которые, не вся деревня наша, которые к нам гости приехали. Вот здесь мы сейчас. Владимир, Надежда, я трое. Молитва заканчивается через полчаса. Сразу на кухню. Работа. Володя чистит. Надежда помогает. И не всегда. Всем завтрак. А тут уже как намечена работа. Какая. Сегодня у нас, допустим, на огороде. Если роса выпала или нет, холодно, дождик или нет. То есть тут вариаций много. И на все у нас есть. Везде вытащить надо гвозди, распрямить. Работы вот здесь. Сейчас буду топором рубить мелочь. Остальное пилой пилить. Раньше дружба называлась эта пила. Вот что привезли тоже. Что-то шкурить надо на столбушки. Обед в час дня теперь. Было раньше в два часа. Посты все строго соблюдаются. Каждый день смотрят. Есть, нет растительного масла. У нас есть книга к истинному православию. Там все это описано о посте. Материалы настолько полные, что добавить, и через сто лет вряд ли что можно добавить. Все, что говорит об этом Святая Библия. Что об этом говорят каноны Церкви, книга правил. Что говорят святые отцы и жития святых. Ну и далее тут небольшое толкование. А дальше, допустим, опять работа. В субботу, значит, баня. Если среди недели праздник какой, религиозный, двенадесятый, богослужение вечером будет и утром. Если батюшки нет, мне приходится говорить проповедь. Я отошел, не проповедую уже. Но сказал, если не будет две каких проповеди златоусты считать, я опять выйду напротив. Я не отлученный, не запрещенный, нигде нет. Все остальное тут, как Сергей Георгиевич Козлов парализованный говорил, брехуны эти, волчьи вой водят. Ну и только делов-то. У них другой обязанности нет. Сатана зарядил их на это. А мы делаем свое дело. Вот так. А во сколько ложиться? А это в зависимости от того, как погода. Если у меня много работают по компьютеру, я задерживаюсь попозже. Так перешел, чтобы раньше уснуть. В 21, то есть в 9 вечера. Обычно было и в 10, и в 11 даже. Но сейчас щадящий режим. Позже редко уже ложусь, потому что подъем очень рано. В первом часу. Ну, Господь милостивый. Иногда дома. Так на стул сесть, сидя, опереться головой об стенку или обо что-то и подремать. 15-20 минут. Вот так. Что-то Володя там делает. Зайду. Вот мой распорядок дня просили. Снимать тут нечего. Уже неоднократно снято. Ну, я пока порублю мелкие. Вот так. Все на этом. Продолжение следует.